Добрый вечер! Спасибо, что сегодня вы пришли к нам на лекцию Анны Барновицкой об архитекторах XX века. Герой сегодняшней лекции Оскар Немеер. И если у вас возникнут вопросы по ходу лекции, вы сможете задать их после в микрофон. Приятного прослушивания! Спасибо! Добрый вечер! Ну, вот он, наш сегодняшний герой. В начале и в конце своей жизни, ну, самый известный факт, наверное, Оскаре Немеере, то, что он не дожил 10 дней до своего 105-го дня рождения. Имя у него такое было длинное – Оскар Рибейро де Альмейда Немеер Суарес. Но в памяти людей задержалась наименее привычная для португалоязычной Бразилии немецкая фамилия Немеер. Ну, Немеер – это был его какой-то прапрапрадедушка немецкого происхождения. Он принадлежал по рождению к элите бразильского общества. Его дедушка, в доме которого он воспитывался, был одно время заместителем министра финансов. И, в общем, очень-очень благополучная семья. Ну, вот я сама смотрю на вот эти две фотографии с такими смешанными чувствами. То есть я, конечно, рада за человека, что он так долго прожил. И также, что он до последних дней сохранял творческую активность, продолжал проектировать. Но при этом его поздние работы совсем не так хороши, как времени его расцвета, который приходится на 40-е, 60-е, ну, может быть, 70-е годы. И где-то там в 2010 году, кажется, такой известный архитектурный критик Николай Урусов, но постоянный архитектурный критик Нью-Йорк Таймс написал в одной из своих статей, что злейший враг наследия Немейера, сам архитектор, который добавляет к корпусу своих шедевров очень слабые произведения. Поэтому мы с вами не будем смотреть работы вот такого старика, а будем смотреть работы вот этого человека. В расцвете сил вы видите, он такой очень решительный, но, очевидно, мачо. Он очень любитель жизни, очень чувственный человек в своей... Ну, его автобиография – это, в общем-то, такой роман о его жизни, которым тоже надо... Он есть по-русски, всегда можно прочесть. Он все время развивает одну и ту же мысль, что ему чужды неинтересны прямые линии, прямые углы, которые, в общем-то, свойственны большей части архитектуры модернизма. Он любит плавные кривые, чувственные кривые, такие, как он видит в холмах своей родины и в телах прекрасных женщин. И вообще вселенная Эйнштейна криволинейна, и вот он... Для него это такой определяющий фактор. Ну, также вам, наверное, всем известно, что Немейр был не только архитектором, но и таким общественным деятелем. Как только образовалась в 1945 году Бразильская коммунистическая партия, когда коммунистов, значит, при падении такого ультраправого правительства выпустились в тюрьм, Немейр немедленно, во-первых, приютил лидеров коммунистов, просто у себя дома их поселил и сам вступил в партию. А в 1992 году, когда после распада Советского Союза, соответственно, коммунистические партии тоже везде переживали тяжелый кризис, и бразильская коммунистическая партия могла вполне закрыться, распуститься, Немейр, уже очень старый человек, встал во главе этой коммунистической партии Бразилии и там несколько лет был, наверное, генеральным секретарем это называлось. Но при этом, в отличие от других модернистов, среди которых очень много левых, озабоченных социальной проблематикой именно архитектуры, Немейр, например, социальным жильем или вообще какими-то проектами для бедных практически не занимался. Он считал, что политика политикой, а архитектура архитектурой. Вот я буду дружить с Фиделем Кастро, я буду дружить с Уго Чавесом, да, вот я коммунист, меня не пускают в США, там у него действительно были какие-то неприятности, мы потом об этом более подробно поговорим в связи с его такой политической позицией, но на его работе никак это не сказывалось. То есть он проектировал дворцы, он проектировал дома для очень богатых людей. Да, конечно, общественные здания для вот этой новой прогрессивной Бразилии, в которой президент Кубичек хотел построить такое общество равноправия, но, тем не менее, он мог работать на корпорации, и все это было совершенно отдельно. Вот эти фотографии, наверное, показывают его в образе художника, такого поэтического мечтателя, и действительно, наверное, самая сильная сторона его работ – это именно художественные. Вот все критики, которые не очень его принимают, называют его скульптором монументов, но это же и сильная сторона, да, то есть он работал с пластикой железобетона, которую он стал использовать абсолютно новаторским образом, с цветом, с фактурами материалов, с эффектами освещения. Это действительно такая высокохудожественная и часто поэтическая архитектура. Ну, о личной жизни как-то его не особенно много известно, но вот что известно? Ну, приженился он в 21 год сразу по окончанию школы, то есть еще до университета, на дочери итальянских эмигрантов, то есть она итальянка, родилась в Падуе, и они прожили с ней до ее смерти в 2004 году. У них была только одна дочь, Анна-Мария, но зато Анна-Мария родила пятерых детей, так что у Немейра было пять внуков, тринадцать правнуков, и, наконец, в его жизни семь праправнуков, то есть потомство было оставлено довольно-таки многочисленное. И после смерти Аниты он женился второй раз, представьте, в 2004 году, сколько ему, почти сто лет, на своей давней секретарше, которой, видимо, там тоже были какие-то отношения задолго до того. Но, тем не менее, вот это была крепкая семья, несколько домов он построил, вот один из них, это уже 50-е годы, вполне такая благополучная буржуазная жизнь. Вот такой он был, значит, красавчик в студенческие годы. Но студент уже женат и уже отец, представьте себе, но при этом он вел такой довольно богемный образ жизни. А, кстати говоря, неправильно подписана фотография, потому что вот сейчас я разглядела, что там уже макет Министерства образования и здравоохранения, значит, все-таки это несколькими годами позже сделана фотография. Но вот о его молодости, вот все говорят, что он не очень был озабочен своим будущим, он несколько лет, ну даже, там, может, 10 лет просто жил в своё удовольствие. Но при этом он всегда рисовал, то есть с раннего детства. Вот как только он, значит, детскими пальчиками смог держать карандаш, он стал рисовать и рисовал всегда, и получалось у него это очень здорово. Ну вот как в его детстве, юности город Рио-де-Жанейро, ну такой самый богатый, самый замечательный город Бразилии, выглядел вот так. Да, то есть это французская традиция, это архитектура историзма, ну прям вот действительно в основном французского извода. Вы видите театр, явно повторяющий оперу Гарнье. И сама Бразилия как страна тогда была, ну это было такое какое-то очень странное отсталое общество. То есть вот 20-е годы 20-го века, это олигархи крупных землевладельцев. То есть это преимущественно сельскохозяйственное производство, главные статьи экспорта – это кофе, какао и табак, причем это все продукты, которые должны приносить удовольствие. И очень-очень слабая степень модернизации. И хотя страна давным-давно перестала быть колонией, она все равно очень сильно ориентирована на Европу, основные города находятся вот на том участке побережья, который наиболее удобен для трансатлантических рейсов. Ну вот еще, например, одна картинка. И вот эта реконструкция по османовскому образцу была проведена в начале 20-го века. Но вот при всем том, да, вот он учится, значит, учился он в школе изящных искусств, которая тоже называлась по образцу французской, но была частью университета Рива-де-Жанейро административно. И как бы вот он учился делать такую, такого рода архитектуру. Но, закончив учебу, он поступил интерном, он нашел почти единственную фирму архитекторов-модернистов. И вот его такое становление прошло в сотрудничестве с Лусио Коста. Ну, здесь фотографии более поздние. Вот вы видите силуэт Нью-Йорка, это Немейр, Коста с женами и дочерьми приехали строить бразильский павильон на всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года. А на правой фотографии они явно уже проектируют новую столицу, город Бразилия. То есть это было такое долголетнее, очень сильное сотрудничество. Ну, в принципе, история современной архитектуры в Бразилии начинается в 20-е годы. Ее туда привез человек, которого звали Григорий Варшавчик. Исходно он уроженец Одессы и выпускник Одесского университета. Но после революции покинул Россию, отправился в Италию. И состоялся как архитектор там, учился еще раз в Риме, сотрудничал с Печен Синьей, но уже в 1924 году отправился в Бразилию. И вот он, собственно, был тем человеком, который просто начал практиковать современную архитектуру в Латинской Америке первым. И вот его тогда молодым сотрудником стал Лусия Коста. И вот вместе, например, они спроектировали в Рио такой очень прогрессивный и удачный комплекс жилья для рабочих. То есть Коста был социальными проблемами озадачен и всю жизнь над ними работала. Ну, для развития бразильской архитектуры. Да, и тут вот на этой фотографии, видите, фотография такая очень мутная. Тем не менее, слева стоит Коста, справа Варшавчик, а между ними Фрэнк Лойд Райт, которого они принимали как единственные представители современной архитектуры в Латинской Америке, великого американского архитектора. Но в 1929 году в Латинскую Америку посетил Ле Корбезье, который на дирижабле прилетел в Буэнос-Айрес, потом оттуда на корабле прибыл в Рио, по дороге познакомился с танцовщицей Жозефиной Бейкер, прекрасно там проводил время. Вот видите, он тут такой в белом костюме, помните, Астап Бендер все мечтал в Рио-де-Жанейро в белых штанах. Ну вот Ле Корбезье такую мечту исполнил. И поскольку его первый опыт воздушного путешествия связан именно с Латинской Америкой, он потом там еще перемещался на самолете, вот он тогда набросал такой план реконструкции Рио-де-Жанейро, где наложил на сетку улиц мегаструктуры в виде гигантских изогнутых лент домов, тему, которую он потом будет развивать в своем плане для Алжира. Но вот мы видим, что еще до Немейро сам Корбезье под влиянием вот именно этих впечатлений и от ландшафта Рио, и от красоты, как бы вот этих чувственных женщин. Ну, Жозефина Бейкер, конечно, не была латиноамериканкой, но она была мулаткой, и для него это было вдохновением для такой криволинейной архитектуры. Немейр, Корбезье встречаются в первый раз в работе над проектом Министерства образования и здравоохранения. Этот проект был заказан Луисио Косте, и было сказано, что это должно быть здание, значит, начинается модернизация страны, и задача именно Министерства образования и здравоохранения создать условия для формирования нового человека, современного бразильца. И вот архитектура здания должна была соответствовать этой задаче. Коста подумал, подумал и решил, что он не справится. Позвал более молодых архитекторов, в том числе Карла Шуляо, но потом решил еще раз подстраховаться и позвал Корбезье в качестве консультанта, но судя по верхнему наброску, который сделан рукой Ле Корбезье, все-таки основную композицию создал он. Но проект этот разрабатывался довольно долго, и Немейр, то есть сначала ему поручили, ну как интерну, стажеру, он там работал без оплаты в 1935-1936 годах, делать графику, делать чертежи и так далее. И у него это очень ловко получалось, и Корбезье он нравился. И потом, когда Корбезье уехал, Немейр очень активно стал участвовать в дальнейшей разработке проекта, и когда дело дошло до строительства, он был гапом и вел это строительство. И самое главное наведение, которое он ввел, это подвижные жалюзи новой системы. Ну вот справа эта схема набросанная Ле Корбезье, это обычно, как он делал, рассматривал это все, но вы понимаете, он проектирует это здание уже после, скажем, Московского Центросоюза, вот следующее большое офисное здание. И к этому моменту он уже знал, что в Центросоюзе большие проблемы с теплообменом, с теплорегуляцией. Там он пытался внедрить это точное дыхание, которое не заработало, но в то же время фасад, застекленно обращенный на юг, летом чудовищно перегревался и до сих пор перегревается. А здесь более жаркий климат, понятно, что это более серьезная проблема. И сам Ле Корбезье предполагал, что там должны быть мощные жалюзи, но Немер, используя уже те наработки, которые были в колониальной бразильской архитектуре, тех самых фазендах, с подвижной солнцезащитой, он придумал, как сделать систему бетонных ламелей, которые поворачиваются вслед за солнцем и находятся на некотором расстоянии от застекленного фасада, так чтобы создавалась зона вентиляции, теплообмена, так чтобы внутри помещения не нагревались так сильно на солнце. Это здание еще замечательно тем, что там соединены вот эта вертикальная плита, тогда это считалось очень высокое здание, практически небоскреб, с горизонтальной, если мы вернемся к первой картинке, вы видите, там есть горизонтальный низкий корпус и верхний, и это такой образец этого сочетания, который потом был использован, скажем, значительно позже в Нью-Йорке, Ливерхаузе или потом у нас в здании Института Гидропроект. Вот это первый такой прием. Значит, что сюда внес Немейр, кроме подвижной вот этой системы сенсозащиты, это использование местных материалов и декоративных элементов. Вот вы видите, здесь одна стена облицована белой-синими изразцами, как это Азулежо, вот это португальские знаменитые изразцы, которые из Португалии были изнесены в Бразилию и постоянно применялись в местной архитектуре. Вот вы видите проход под зданием. Ну, в принципе, это карбюзианская схема, вот эти столбы пилотис, свободный фасад, конечно, там железобетонный каркас, свободный план, но вот здесь вводится вот такая декорация, которая самому карбюзией, вообще европейским модернистам того времени должна была казаться дикой. А еще там есть сад на крыше, но не на крыше, это высокой плиты, а на крыше низкого корпуса, и этот сад имеет тоже абсолютно модернистскую планировку и эстетику, и вот эта схема дизайна ландшафтного сада на Кровле, сделанная замечательным ландшафтным архитектором Роберту Борли-Марксу, с которым потом тоже Немеер очень много сотрудничал. Следующий важный очень для карьеры Немеера проект выполнен тоже в сотрудничестве с Костей и с Бруле-Марксом. Вот этот бразильский национальный павильон на всемирные выставки в Нью-Йорке в 1939 году. Это один из самых интересных именно модернистских павильонов на этой выставке. Сравнить с ним можно было только финский павильон, спроектированный Алвар Малта. И здесь мы видим приемы, которые характерны для позднейших работ Немеера. То есть по всей вероятности его вклад был здесь, может быть, даже больше, чем вклад его старшего товарища Косте. Мы видим рампу, ведущую на второй уровень. Мы видим вот такую декоративную решетку солнцезащиты. Это тоже абсолютное новаторство. Потом в колониальной архитектуре, на выводной архитектуре жарких стран. Это будет очень распространено, но вот это только самое начало такой системы. И самое интересное, внутри мы видим зал двойной высоты за стеклянным фасадом. Потом много раз будем встречаться с таким решением, с таким свободным пространством. И где есть антресоль, это антресоль криволинейной формы. И вот здесь критики отмечали не просто чувственность, а даже эротичность этого пространства, которая располагает к тому, чтобы фланировать, флиртовать. И также к воюризму. Вот там, скажем, на втором уровне стоит молодой человек и незамеченным разглядывает женщин, которые находятся внизу. Это другой фасад, такой более с использованием прямых линий, прямых углов, но сложный такой, слоёный, за которым мы видим внутреннее пространство с его внутренним архитектурным променадом. Это термин и идея Ликорбюзье, то, что внутри здания надо устраивать променад, который раскрывает разные панорамы. И вот здесь сад, спроектированный Бурли Марксом. Это уже самостоятельная работа Немейра. Гостиница, гранд-отель в городе Ора-Прето. Это старый город, барочный, полный португальского наследия. Теперь это весь город, исторический объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но и тогда был такой туристический центр. Он находится в горах, то есть там, где летом не так жарко. То есть это, по сути, ещё такой курорт и место, где есть летние резиденции у богатых людей. Но и тогда, как всегда, одновременно с появлением модернизма меняется отношение к наследию. Его начинают вот такое вот настоящее историческое наследие ценить. И приезжают туристы. И вот для этих туристов строится гостиница, которая абсолютно модернистская и при этом весьма контекстуальная. То есть она минимально вторгается в виды. Вы видите, что у здания черепичная кровля, причём это кровля с небольшим изломом, не совсем плоская, и для того, чтобы дождевая вода лучше стекала, но и для того, чтобы лучше вписаться в это пространство. Здесь этот белый цвет модернистских построек, такой же, как традиционный белый цвет стен вот этих колониальных португальских зданий. И самое главное, что это всё здание, оно ориентировано так, чтобы дать максимальное раскрытие видов и при этом пускать внутрь только утреннее солнце, так, чтобы номера не перегревались. И с той стороны, куда солнце попадает, уже более жарким, там широкая терраса, откуда раскрывается вид на вот этот исторический город и вниз горы. Вот так вот. И всегда вот это очень важно, очень близкое присутствие растительности. А дальше в начале 40-х годов Немир встречает самого важного человека, в любом случае, самого важного заказчика в своей жизни Жуселину Кубичика, который тогда был мэром города Белло-Аризонте. Это третий по величине, по значению город Бразилии после Рио-де-Жанейро и Сао-Пауло. И тот ему заказывает такой как бы пригород, курорт, центр отдыха на озере, на искусственном озере, который назывался Пампулье. И то есть целый такой город для досуга. И вот эта вот тема досуга, наслаждения, она вообще важна очень для бразильской архитектуры, но в особенности для Неймейра. И сначала вот он проектирует такую гостиницу в Пампулье. Ну вот по структуре основного корпуса с номерами, мы видите, довольно похоже на предыдущую гостиницу, но тут появляется новый элемент кровля свободной формы, под которой находятся лобби, гостиная отеля и ресторан. Причем часть пространства под этой кровлей имеет стеклянные стены, часть вообще открыта, потому что там такой климат, который предполагает возможность пребывания на открытом воздухе, важно, чтобы была тень. И вот здесь совсем эти струящиеся изгибы, и вы видите даже отверстия, сквозь которые прорастают пальмы. Причем вот здесь вот эту архитектуру тоже понятно, что она несет такой эротический заряд. И если вы посмотрите внизу на рисунки интерьера, там все эти человечки, которые обычно изображают для масштаба, это все парочки. Но еще забавно мебель разглядывать, там вся вот эта иконическая мебель модернизма, стул Василий, шезлонг, лекорбюзье, мебель Миссавандероя, все здесь. Но гостиницу не построили, построили казино. Казино выходит к озеру таким более строгим прямоугольным фасадом, но перед ним тоже такой затейливый козырек. Внутри, конечно же, архитектурный променад и много вообще, много пространства, много воздуха. Опять же, почему? Еще нет кондиционеров. Значит, надо вот какими-то естественными способами предотвращать перегрев внутри. Но, с другой стороны, абсолютно такой изогнутый фасад с панорамными окнами, то есть довольно сильная переработка вот тех как бы корбюзианских элементов, с которых Немейр начинает. Но, значит, что тут случилось? Казино построили, через год федеральное правительство принимает закон о запрете азартных игр. И, в общем-то, это, наверное, сыграло роковую роль вообще в судьбе этого курорта, потому что главный магнит не действовал, потому что туда должны были приезжать, играть в казино и заодно отдыхать и развлекаться. Ну, вот танцевальный зал и, по-моему, там же ресторан на своем отдельном маленьком искусственном островке. Ну, вы видите, такая то ли капля, то ли сперматозоид. Ну, вот нечто, что трудно себе представить, что это там сороковой или сорок тридцать, второй год. Вот такая архитектура. Тоже часть пространства открыта, часть закрыта. про разные фактуры, разные цвета и та же самая узорная керамическая плитка. То есть все гораздо наряднее, гораздо мягче, чем в европейском модернизме. И все это предназначено для танцев, в сопровождении музыки, в сопровождении алкоголя и вот таком потрясающем природном окружении. Но там же в этот комплекс была все-таки включена церковь, потому что Бразилия – страна католическая. Сам Немейер всю жизнь был атеистом, но считал, что хотят люди молиться, надо дать им такую возможность, ну и, кроме того, не отказываться же от заказа. И вот эта церковь абсолютно новаторская. Ну, железобетонные оболочки в форме параболической кривой использовались в ангарах, да, уже в Европе. Но вот так для такого сооружения впервые применено. И тут было важно, что довольно маленький бюджет на это все ушло. И церковь, конечно, очень оригинальная, но вы при этом абсолютно считываете, что это церковь, но при этом это церковь в месте, которая предназначена для самых разных развлечений. И для архитектора было важно, чтобы присутствие церкви все-таки не вызывало чувство вины за все эти удовольствия, которыми люди там должны предаваться. Вот, то есть все максимально мягко, открыто, и он отказался там делать исповедание. Ну, вообще, как мы знаем, там, скажем, по Италии, в общем-то, как раз возможность в любой момент исповедоваться часто и помогает людям грешить. Ну, как бы они знают, что они решат эту проблему, но тут архитектор решил вот так вот смягчить отношения религии и греха, решил, что потом подумают о своих грехах, а тут церковь должна быть радостная. Но в результате ее отказывались освящать, то есть в 43-м году достроили, только в 59-м году ее осветили, и там начались службы. Представляете? Ну, и кроме того, там роспись с изображением святого Франциска, который проповедует не только бедным и больным, но и грешникам. Ну, вообще, один из самых милостивых святых. Ну вот, а вот этот вид вот и совсем необычный. Церковь, в которой примыкают еще отдельные капеллы, вся стена покрыта вот таким керамическим панно, сделанным вот этим художником Партенария, крупнейший бразильский художник, с которым много сотрудничал Немеер. В 43-м году Музей современного искусства в Нью-Йорке устраивает выставку «Бразилия строит». Но саму Бразилию не очень коснулась Вторая мировая война, а США, как вы знаете, с одной стороны к этому моменту уже вполне участвуют в войне, а с другой стороны принимают у себя огромное количество иммигрантов и специально вывозят в том числе архитекторов-модернистов. И вот один из способов опять стимулировать развитие современной архитектуры в Америке для МОМы, для которой это вообще одна из первых изначальных целей было, это показать, что вот на нашей стороне океана есть страна, где развиваются замечательные современные архитектуры, это Бразилия. И вот на этой выставке и в каталоге, который был выпущен, были представлены все работы Немеера, осуществленные к тому моменту, и он стал просто вот такой же международной знаменитостью, но по крайней мере он стал хорошо известен в Северной Америке, в Штатах. И неудивительно, что когда в 1947 году началось проектирование потом строительства штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, Неймейр участвовал и в конкурсе, сначала один, потом вместе с Корбезье, потом в дальнейшие работы, но в результате, как, может быть, вы помните по одной из моих прошлых лекций, этот проект привел такой окончательный вид и реализовал нью-йоркский архитектор Уоллес Харрисон, но опять же с Харрисоном Неймейр был хорошо знаком и тесно связан еще с 1939 года, потому что когда они с Костой строили вот этот павильон на Всемирной выставке, они просто сидели, физически занимали столы в офисе Уоллеса Харрисона. Но представьте себе, 40-е годы в Америке маккартизм, охота на ведьм, борьба с коммунизмом, потому что Советский Союз взял и захватил, распространил свое влияние на огромную часть Европы, а Неймейр вот с 1945 года просто официальный член Компартии, просто в какой-то момент ему перестали давать визу. Он потерял свои американские заказы и потерял возможность воспользоваться предложениями от университетов. Его сначала Ельский университет, через несколько лет Гарвард, звали в качестве профессора, тоже надеясь его как бы умение тоже поставить на пользу развития современной архитектуры в Америке, но это было невозможно из-за его коммунистических убеждений и неприемлемости для тогдашнего правого правительства США. Так что пришлось ему в основном дальше свою карьеру строить на родине. И в 50-х годах он много работал в Сан-Пауло. Ну вот это момент, когда Бразилия как-то начинает модернизироваться и развивать промышленность, строить электростанции, растут города, и Сан-Пауло становится таким важнейшим индустриальным центром, и соответственно там много важного строительства. И вот это жилой дом под названием Копан. Это очень странно. То есть можно даже сказать, что это дом коммуна своего рода. Но в то же время это такой тоже дом удовольствий. Смотрите, там все квартиры, каждая из квартир рассчитана на одного человека. Их там чуть ли не 2000, какое-то колоссальное количество маленьких квартирок. Каждая на одного человека. Не для семьи. При этом внизу здания находятся рестораны, клубы, кинотеатры, аж несколько. И все для удовольствия и развлечений. И соответственно эти маленькие квартирки должны были тоже использоваться для личной жизни, не связанной семьей. там же в Сан-Паулу Нимеер вместе с ландшафтным архитектором Бурли Марксом строит, создает большой парк, большой городской парк, но такой своего рода Central Park в Сан-Паулу под названием парк Ибера Пауэра и ландшафт делает Бурли Маркс, а там вы видите такие прямоугольнички и такого же цвета, как прямоугольнички криволинейной формы. Это работа Нимеера. Несколько павильонов и вот такие навесы, защищающие от солнца и от дождя, которые там тоже не редкость. Ну вот нечто такое у нас сейчас в парке Зил, по-моему, реализуется. Но для будущего может быть особенно важно то, что в одном из павильонов парка, выставочный павильон, стала проводиться биеннализ современного искусства, которая до сих пор одна из важнейших биеннализ современного искусства в мире. И снаружи вот этот павильон прямоугольный, но подельные на такие веселенькие шахматные, но прямоугольные клеточки, но внутри совершенно фантастическая система антресолей и рамп. Ну вот дальше эту линию уже стала развивать параметрическая архитектура, там, да, Захихадид и так далее. Но представьте себе это 1953 год. и там же первый раз появляется вот такой странный железобетонный купол, но позднее поговорим. Ну, естественно, когда такие заказы есть хорошие, архитектор может себе построить дом мечты. строит он его на крайне Рио в окружении природы на склоне холма и включает в постройку натуральные скалы. То есть там часть внутренних стен это прям поверхность горы. И вот здесь вот такой изгиб тоже охватывает скалу, которую оставили на месте. там за счет перепада рельефа с одной стороны дом кажется одноэтажным, с другой он двухэтажный, на обоих уровнях есть естественный свет, есть виды, и в то же время помещения очень хорошо защищены от солнца за счет вот такой далеко выступающей кровли и за счет того, что с разных сторон то скалы, то близко подступающая зелень, ну и конечно это такой дом тоже для наслаждения жизнью. И вот такие там женские скульптуры присутствуют, видите, замечательный шезлонг. Значит, что происходит дальше? В 56 году уже Селину Кубичек становится президентом Бразилии и приходит он к власти вместе с планом ускоренной модернизации. Он поставил цель за пять лет пройти 50 лет прогресса. Сказал, что Бразилии нужно догонять другие страны, что Бразилия потенциально ничем не хуже США и уровень развития экономики должен быть таким же. Но это даже не пятилетка в четыре года, хотя, если мы себе представим первую пятилетку индустриализации, масштаб примерно такой, но все-таки это гораздо менее жесткими методами проводилось, с рыночной экономикой ничего не происходило, наоборот, создавались условия, стимулирующие частных инвесторов, но прежде всего страну нужно было просто освоить, потому что города находились только вдоль побережья или у границ с соседними странами, а центральная часть плата просто джунгли или саванна, и там просто ничего, ничего и ничего. Значит, первым делом надо строить дороги и строить автомобили. И вот тут кубичек открывает первый бразильский завод Volkswagen, дешевый народный автомобиль, и Бразилия продолжала производить вот эту модель, знаменитого «Жука» до 90-х годов. Но и Ford был, в общем, несколько компаний, крупных автомобильных концернов были привлечены, открыли свои фабрики в Бразилии, значит, строятся дороги и меняется вообще, резко повышается уровень мобильности населения. И вот для того, чтобы сделать страну более связной, было решено построить новую столицу, которая называлась бы так же, как страна, Бразилия, в центре плато. Ну, не совсем в центре, все-таки немножко ближе к северному побережью, но, тем не менее, посреди плата на высоте 1100 метров, а это что значит не так жарко и довольно хороший климат, кроме того, там сухо достаточно по сравнению с Рио и с Сан-Паулу, где очень высокая влажность, которую тяжело переносить, и сделать там город равных возможностей и город, который стремится к социальному равенству. был объявлен конкурс, условия конкурса формулировал Немейер, и вообще первое, что сказал, кубичик придя к власти, позвал к себе Оскар, ну, Оскар и сказал, мы с тобой построим новую столицу, и с самого начала было понятно, что все главные здания будут строить Немейер, но понятно, что он все-таки не градостроитель, то есть был объявлен конкурсный генплан, в котором естественным образом победил Лусио Коста, потому что Немейер был председателем жюри. Но план, вы видите, такой очень красивый, символический, изображает то ли птицу, то ли самолет, конечно, авиасообщение тоже очень активно развивается в это время. Ну вот, место, видите, выбрано рядом с Большим озером, есть главная такая прямая ось, и есть вторая ось изогнутая, и вот в этих крыльях находится жилье, построенное по принципу суперблоков, но жилье, вот эти вот жилые кварталы, их планировкой и проектированием занимался преимущественно Коста, и все у него хорошо получилось, а еще там было важно, что в городе Бразилия все жилье должно было принадлежать правительству, то есть не быть частным и распределяться среди работающих, причем принципиально не должно было быть дорогих и дешевых, бедных и богатых кварталов, то есть все жилье предоставлялось равномерно, и норма на семью была больше 100 квадратных метров, то есть очень щедро по сравнению даже с европейскими нормами того времени, когда строилось очень активно это общество, всеобщество социальной поддержки, не говоря о наших нормах отечественных, то есть задумано все было прекрасно, но при этом огромная символическая составляющая вот эта ось продольная, вот авенида, монументал, значит, монументальный проспект, авеню, монументальная ось, вот здесь довольный такой, я так понимаю, это Коста с кубичиком, кубичик довольный, стоят в чистом поле над табличкой, но буквально через несколько лет там появились вот все эти совершенно гигантские постройки, действительно была сформирована монументальная ось, ну и весь город, вот смотрите, в 56-м году конкурс, в 60-м произошло торжественное открытие новой столицы, совершенно колоссальные ресурсы были на это потрачены. Значит, Коста в этом городе спроектировал два, ну помимо жилья, два важных инфраструктурных объекта, на одном краю вот этой изогнутой оси, нет, не была там, не могу точно сказать, но в общем вряд ли на пересечении осей находилась главная автостанция, которая, там была и междугородная связь, и автобусы городские, которые развозили сотрудников всех этих многочисленных правительственных учреждений в их жилые кварталы, да, потому что, понятно, на автомобилях ездили высокооплачиваемые сотрудники, а весь обслуживающий персонал и рядовые клерки, конечно, пользовались общественным транспортом, который вот по этой парадной авените почти не ходил, но зато ходил от центра к этим крыльям, и это самое живое место в этом городе, там рядом была и мелкая торговля, и рынок, и ресторанчики, какие-то увеселительные заведения, и даже маленькая фавела, которой Коста гордился, потому что все-таки было понятно, что это строго спланированный единовременно построенный город, не очень живой, да, что-то там должно было быть вот такое естественное, натуральное, и вторая важная постройка Коста, это тоже такая социально значимая, это телебашня, телебашня вот с таким потрясающим основанием из монолитного железобетона, и дальше укреплена стальная мачта высотой 218 метров, и вокруг нее тоже такой район спонтанного развития, там усилительная ярмарка, ресторанчики и так далее. Чем занимается Немиер? Немиер строит самое главное, но начал он с того, что построил временную, быстро надо построить временную резиденцию Кубичика, потому что президент, конечно, должен был быть там, где строится столица. и вы видите, что это суперскромно выглядит. По устройству, в общем-то, похоже на гостиницу, которую он раньше строил, только значительно скромнее. Деревянные стены, металлический каркас, часть нижнего этажа раскрыта, за основным корпусом служебный, где находится кухня, там прачечные, ну и живут слуги, а вот это, например, гостиная. Прекрасно, да, замечательная модернистская мебель, красиво, но деревянные стены, такие деревенские окошки, да, то есть очень просто и дешево, и быстро это должно было быть построено. Да, ну вот это кухня. А вот это дворец президента, резиденция президента, называется дворец рассвета, который был построен вот за два года. Одно из первых зданий, законченных в городе Бразилия, на мысу, который уходит вот в это прекрасное озеро, вот такой дворец. Вот это первый раз Немейр показывает, что собственно он может сделать железобетону. Ну в принципе, что это на самом деле вариация древнегреческого периптора, можно сказать, потому что это колоннада, которая несет кровлю, да, и с некоторым отступом встроен периметр стен. и даже подход туда такой, ну такие низкие ступени, но нету, впрочем, вот этого общего возвышения, да, нету стилобата. Вот, то есть тут какая-то классическая традиция привлечена, но зато вот сами колонны совершенно не похожи на классические колонны, да, это такие криволинейные ромбы, сужающиеся кверху. За ними абсолютно стеклянный фасад, но вот если вы присмотритесь, вы видите, что там есть текстильные занавески. Вот, и парадный вход, такой мостик через неглубокий водоем, тоже прием, который вот здесь Немейр применил первый раз, а потом будет к нему постоянно-постоянно возвращаться. С одной стороны, это просто очень красиво и эффектно, и отражаются там здания, но еще это, конечно, инструмент терморегуляции, да, эта вода испаряется, и на там 2-3-4, в лучшем случае, градуса понижает температуру. И далеко выступает кровля, да, тоже, чтобы прямые солнечные лучи не попадали внутрь. Конечно, там скульптура современная есть, и очень он любил вот эти королевские пальмы, один из символов Бразилии, тоже всегда элемент, дополняющий архитектуру. И вот и дальше абсолютное вот такое взаимопроницание внешнего и внутреннего пространства, большой вестибюль, вот видите, то есть это из входа сделано, тонко, просто раздвигается часть стеклянной стены, и вы видите, это абсолютно тонкая стена, а дальше вы видите, там зеркало, то есть зеркальная стена еще введена для того, чтобы вот еще больше это все сделать таким легким, проницаемым, чтобы максимально вместить природу внутрь, и в эту стеклянную стену упирается такой обтекаемой формы перекрытия антресоя и, собственно, второго этажа, где и находится покой президента. А вот мы смотрим, да, вот в одну сторону оно упирается в стекло, в другой стороны, видите, там изогнутая золотая стена. Но вообще золотая стена в современной архитектуре тоже вещь весьма нетривиальная, но вот не знаю, может быть, кто-то из вас был в Миланском фонде Прада, ну или знает этот одну из последних, ну не последних, конечно, уже какой-то, конечно, лет прошло, построек Рема Колхаса. Там тоже такая вот наглая золотая стена и там целый дом покрыт листовым золотом. И вот здесь этот прием применен. Ну и вот это вот мы поднялись на второй уровень, то есть там пространство частично общее, вид, конечно, из-под кровли раскрывается, довольно далекий. и что здесь, да, здесь вот это вот прекрасное, ценное бразильское дерево, да, но до сих пор, да, в отделке дорогих интерьеров много используется разного там бразильского дерева, не знаю, как называется сорта, но породы, но тем не менее прекрасные ковры и традиционные персидские ковры и латиноамериканские и вот такая вот свободная планировка, перетекающие пространства, расставлены группы мебели и мебель частично модернистская, частично традиционная, такая вот колониальных времен, антикварная, плюс там китайский фарфор, видите, вазу стоит, то есть соединяется совершенно непринужденно новейшее, современное и старинное. Вот это библиотека президента и здесь же значит он принимал свой ближний круг и вы видите кресло миссы Ван Дероя стоят и от одного крыла этого значит идет такой еще променад терраса к маленькой капелле потому что президент католической страны у него во дворце должна быть церковь и вот закручена вот так спиралью опять же напоминает советский павильон на всемирной выставке в Осаке в 70-м году а внутри там вот так весело видите отделка светлым деревом все очень скромно никаких роскошных произведений искусства веселый такой вот этот золотистый тон дерева синее небо месяц солнце это светильник а вот такую церковь Немир в том же 58-м году строят в одном из жилых районов Бразилии вот ну в этих микрорайонах по нашему такой суперблоке то есть это для простых людей церковь Дева Марии Фатимской то есть посвященные чуду когда Дева Мария явилась бедным детям то есть это такое очень демократичное посвящение опять же то есть не опять же а вот в этом случае очень дешевая постройка очень ну как бы да это железобетон но при этом очень смелая и абсолютно необычная конструкция да то есть вот этот треугольник кровли изогнутый треугольник держится на трех опорах по концам и все эти опоры тоже имеют форму да треугольника с таким со срезанной гипотенузой криволинейной раскрыто то есть нету закрытого контура стен а внутри вот так вот то есть я абсолютно уверена что это повлияло тоже на на корбезье в свою очередь вот яркий цвет такой стиль детских рисунков или народного искусства открыто демократично а это вот наружная стена представляете это керамическая плитка вот голубь святого духа превратился в такой мотив декоративный то есть очень просто и очень обаятельно это вид сзади ну собственно со стороны алтаря ну и вот это авенида монументали фотографии сделано со смотровой площадки на телебашне мы видим вот эти одинаковые корпуса туда уходят это министерства разнообразные вдали национальный конгресс работы Немейра справа вы видите вот этот вот собор знаменитый и еще один купол еще одно здание министерства в общем куча построек Немейра ну самая конечно знаменитая постройка города Бразилия и наверное самый главный шедевр Немейра такое иконическое здание вот это здание национального конгресса в парных башнях находятся офисы и под куполом парламент в чаше зал заседаний народных депутатов и вот эти вот криволинейные купол и чаша выполнены из железобетона а собственно что такое криволинейный железобетон это значит нужно делать каркас нужно делать опалубку но еще нужно делать этот каркас он тоже должен быть кривым что оболочка довольно легкая и тонкая но бетон надо заливать на что-то что-то его должно держать считать это все тогда никто не умел ну и вообще это экспериментальный проект первый купол в парке в Сан-Пауло был гораздо меньше значит очень и очень такая тесная сетка из металлических прутьев которые все соединялись вручную и это да то есть никаких механизмов для этого не было и это чрезвычайно тяжелая работа которая ну вот как пишут была просто физически мучительной почти свыше человеческих сил и сопровождалась очень высоким травматизмом потому что ты должен рукой этот пруд изгибать его куда-то там прикреплять к соседним если не удержал значит либо руку защемляет переламывает либо это выстреливает в голову в лицо и так далее и вот за это за то что Немей вот этого не предусмотрел и более того спроектировав один раз продолжал в том же духе как раз его обвиняли в бесчеловечности в ну жестокости в эксплуатации и так далее то есть были еще значит другие левые бразильские архитекторы такая группа архитектура нова которые считали что вот этот вот коммунизм Немейра это страшное лицемерие и что для того чтобы ставить архитектуру на службу людях надо думать и о строителях тоже вот но получилось конечно чрезвычайно эффектно хотя немножко простовато нужно сказать да вот такая вот композиция ну такая как бы постановочный натюрморт из геометрических объектов ну и надо сказать что это конечно не очень качественно выполнено но в то же время конечно чрезвычайно чрезвычайно эффектно эффектно вот этот зал водоемы причем здесь это во втором уровне вот интерьер холла вестибюля вот это зал заседания под куполом собственно парламент ну вот здесь цветная фотография вы видите да структуру то есть это подвешено огромное количество таких прегугольных пластинок которые рассеивают цвет действительно таким очень интересным и приятным образом вот так выглядят коридоры соединяющие разные части комплекса тут только не хватает травелаторов но тем не менее да не просто криволинейно но еще обшиты деревом нижняя часть облицована камнем и подсвечена так что у вас не то что клаустрофобия никакой но с одной стороны конечно это все стимулирует быстро передвигаться да то есть есть такой элемент футуризма но в то же время это такое пространство в котором интересно быть а вот травелаторы есть ну ну тоже во многих местах внедрены вот эти традиционные изразцы смодернизированы таким узором вот ну верховный суд да тоже должен выглядеть как справедливый и достаточно дружелюбный то есть но он конечно попроще подешевле чем дворец президента но тем не менее это уже вполне себе дворец и здесь мы видим вместе вот с этими криволинейными треугольниками опоры еще столбы облицованные черным рамором то есть такое более традиционное может быть с отсылкой к миссу ван-де-руэ решение но опять же ландшафт вот это все очень оживляет и смягчает вот так выглядит зал седаний верховного суда да как будто это перевернутый корпус деревянного корабля вот то есть действительно ну выглядит это все весьма гуманно и природа ведь она тоже там вы можете повернуться и увидеть что ваша природа с вами офис президента да есть дворец где он живет есть рабочее место в общем-то все то же самое но здесь добавляются вот например возможность так войти на второй уровень причем обратите внимание у Трампа нет никаких перил да тогда ну вот сейчас там особо смелые норвежцы так делают и говорят мы не в Евросоюзе нам можно вот но тогда видим просто не существовало никаких норм считали что люди сами не дураки падать ну если уж вот это мы смотрим да мы еще находимся снаружи здания но уже под навесом а вот это изнутри да то есть природа впускается внутрь добавляются полированные отражающие поверхности для того чтобы усилить этот эффект огромный просторный вестибюль где хорошо дышится и здесь видите изогнутая рампа идет наверх вот так вот два раза изогнутая то есть развивается вот эта тема архитектурного променада корбезианская подвесные потолки с точечными светильниками уже ну и наверху собственно на жизнь то есть внизу там тоже есть конечно помещения но они как такие вот служебные а наверху и офис приемные залы ожидания ну вот так выглядит коридор нижнего уровня и конференц зал а это министерство иностранных дел чуть позже и здесь как бы еще усиливается да вот какие-то переклички с классической архитектурой да с древним римом может быть но с одной стороны здесь при том что смотрите на самом деле Бразилия такая редкая страна где постмодернизм так и не случился то есть у них модернизм развивается до сих пор не кончился ну вот и здесь вот эти арки да они переходят очень тонко срезанные такие острые опоры и очень эффектно это смотрится и как бы отдельно стоит вот эта кровля на аркаде и внутри такой стеклянный кубик и общий пол начинается да еще за контуром за контуром опор конечно же водоем конечно же туда мостик тут водоеме появляются острова с растительностью это Бурли Маркс делает и вот вы оказываетесь внутри там опять перетекающее пространство спиральная лестница лестница без перил наверху перила есть не для того чтобы не упали а для того чтобы могли облокотиться и смотреть внутрь с комфортом и вот здесь смотрите как фильтруется свет да то есть там внутри появляется вот такая ажурная перегородка из ценных пород дерева а вот это наверху то есть да вот как Корбюзье велел делать сад на крыше но тут на крыше жирковато а под крышей делается терраса арки оставляют достаточно места чтобы вы могли созерцать виды вокруг конечно туда помещаются произведения искусства но в центре вы видите вот в этой большой кровли есть между балками оставлены отверстия то есть проникает естественный свет и осадки с тем чтобы там мог быть настоящий садик и это уже напоминает работу норвежца Свера Фена на павильон северных стран на Венецианской биеннале если вы себе представляете вот здесь эта тема впервые затрагивается вводится водоем внутрь здания уже сад и бассейн внутри здания уже такие намеки на японский сад да ну вот и дальше всегда рассказывается собственно что произошло ну вот в 61 году просто кончился срок кубичика избрали следующего президента тоже достаточно левого а в 64 что ли году произошел военный переворот который поддерживали штаты который поддерживал Великобритания собственно почему ну на Кубе уже случилась революция вообще Латинская Америка страшно левеет в Бразилии тоже коммунисты довольно большим влиянием пользуются да то есть не просто там социалисты социал-демократы но еще вот эта коммунистическая партия и чтобы не дать произойти коммунистическому перевороту устраивается военный и устанавливается аж до 1985 года военная диктатура и в своей биографии ну вообще в официальной биографии их на мере говорится ну вот он значит покинул страну открыл офис в Париже работал в основном за границей ну да он открыл офис в Париже он работал в основном за границей но при этом он продолжал строить на родине и принимать заказы от этой самой военной диктатуры может быть не в самые страшные годы но когда он понял что его не будут сажать в тюрьму как коммуниста например он спроектировал и построил ни много ни мало комплекс министерства обороны и поле для парадов в развитии вот все той же значит монументальной оси Бразилия и здесь мы видим что вот этот его язык формальный становится еще как бы жестче классичнее появляется просто обелиск как символ власти ну в общем-то в чем-то уже начинает напоминать такую позднебрежневскую архитектуру которая этим вдохновлялась отчасти но тем не менее вот этот вот художественный жест он делает вот эту раковину из железобетона открыто называется акустическая раковина для того чтобы там проводить какие-то смотры обращаться к войскам то есть с одной стороны чтобы там генерал и командующий министр обороны не жарился на солнце с другой стороны чтобы всем всех было хорошо слышно это вот вид сзади красивая штука и только в 70-м году достраивается раньше спроектированный собор главный христианский храм новой столицы спроектированный атеистом напоминаю еще раз фантастический действительно очень современный конструктивно смелый потому что вот эта корона она же и есть каркас ну и заполнение это стеклянные стены двуслойные и вот этот шатер он со всех сторон вот такой шатер входить нужно под землю вот по такой рампе это сделано сейчас когда вот этот центр на таком довольно заброшенном состоянии но все-таки собор люди посещают и вот рядом с ним тоже есть какая-то торговля но похоже что отчасти она как бы религиозная отчасти сувенирная потому что туристы приезжают смотреть город Бразилия который тоже вот этот центральный ансамбль это всемирное наследие ЮНЕСКО то есть вы должны сначала спуститься под землю чтобы войти в церковь довольно нетривиальное решение и пройти там есть подземная часть вот ну как бы да там для заупокойных служб предположим а потом выходите вверх по белой лестнице то есть спускаетесь по черной поднимаетесь по белой и оказывается что вот этот шатер внутри не просто белый а все все стены между опорами заполнены цветными витражами вот таким белым синим причем видите такой рисунок этой сетки тоже довольно сложный именно для того чтобы не было ощущения вот такой механистичности подвешены подвешены фигуры ангелов в алтаре распятия как все как положено но вот и в общем да это возвышенная архитектура ну естественно все это еще теперь ну изначально было рассчитано на подсветку но сейчас подсветка очень мощная и вот вы видите слева от собора колокольня да то есть там колокола подвешены между этими зубцами но из того что Немиер делал за границей я вам хочу показать но вот ведь я вам не показала но что скажу что он построил один из жилых домов в проекте Интербау в западном Берлине да когда в 57 году там сделали строительную выставку и пригласили ведущих архитекторов мира спроектировать по жилому дому значит он построил и он построил еще важную вещь штаб-квартиру коммунистической партии Франции в Париже тоже все легко посмотреть а вот третий такой из важнейших его европейских проектов это Палаццо Мондодори это штаб-квартира очень крупного издательства в пригороде Милана находится на закрытой территории куда просто так не попасть ну вот мне повезло я туда попала как автор у меня там книжка печаталась и все это посмотрела довольно подробно значит 78 год достаточно ну 78 год это видимо окончание строительства значит здесь вот к всем этим любимым приемам Немеера вы видите да что в принципе это здание похоже на здание Министерства обороны но здесь еще добавляются итальянские материалы итальянское качество строительства то есть вот по исполнению это конечно лучшая вещь у всех которые там были да то есть прямоугольный вот такой кубик правда потом там надстроили еще этаж пропала вот эта прекрасная терраса под крышей но тем не менее значит этот кубик облицован таким темным бронзированным стеклом светлый бетон такой колоннады причем вы видите здесь меняется ширина арок создается вот такой ритм который очевидно должен напоминать о ритме волн и здесь большой плоский да не глубокий но большой очень водоем в котором это все отражается довольно длинный мостик по которому вы идете а еще там по сторонам плавают огромные такие золотистые карпы и вот сбоку от вас слева будет такой островок на котором находятся столовые зоны отдыха сотрудников и небольшой книжный магазин но вы заходите по мостику оказываетесь под зданием да то есть нос ну как бы в основном висит в воздухе подвешено на этих опорах да то есть вы видите что не упираются в перекрытие это все 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 подвешено сверху и вы можете пройти либо направо либо налево зайти вот в один из входов по сторонам и там уже подняться на нужный вам этаж там совершенно обычные офисы но все это еще рассчитано на разные эффекты освещения то есть днем это выглядит одним образом когда начинает сверкаться внутри зажигается свет да там такое какое-то таинственное что-то внутри этого шоколадного бруска намечается вечернее освещение может быть такое причем очень богато издательство да то есть они ну сейчас наверное уже экономят электричество но вот могут себе позволить да зажечь свет везде одновременно чтобы был такой эффект или наоборот свет погасить и устроить вот такую подсветку и тогда совершенно волшебное впечатление создается значит напоминаю все это находится вне города на закрытой территории то есть видят это кто гости приемов да то есть это один из таких козырей издательства что они устраивают приемы в таком вот эффектном окружении вот на этом островке да накрываются столики там устраиваются танцы и так далее и вот эта вот архитектура она собственно и играет главную роль в празднике такая монументальная декорация ну и говоря о праздниках вот из того что Немейр спроектировал в поздние годы хотя смотрите тоже еще до падения военной диктатуры да а окончательно как бы в 85 году он официально возвращается на родину когда там демократический режим восстановился строит он я забыла как называется а самбодром самбодром то есть да такой грандиозный стадион для самбы и это так с 84 года это место такое самое центральное место карнавала в Рио-де-Жанейро да то есть вот когда вы смотрите кадры бразильского карнавала самые конечно эффектные танцы представления устраиваются именно здесь то есть все-таки вот эта вот архитектура праздника радости жизни чувственности вот она такой получалась и вот в эти уже достаточно поздние годы ну все на этом я останавливаюсь спасибо спасибо большое вам за лекцию и если у вас есть какие-то вопросы можете сейчас задать поднять руку мы вам принесем микрофон здравствуйте спасибо за такую прекрасную лекцию у меня немножко такой вопрос с подковыркой просто очень интересно как люди существуют с этой архитектурой в той же Бразилии так как мои знакомые туда ездили они говорили что по жаре практически невозможно было дойти от одного объекта другого не облившись потом совершенно верно но я к сожалению там не была и действительно вот видела только европейские работы Немейера но все кто был конечно отмечают эту проблему и ну наверное местным жителям немножко легче но все равно действительно это место получилось чрезвычайно неудачным вообще одна из проблем модернизма да вот эта страсть к масштабу выливается в очень такие большие открытые пространства которые надо как-то пересекать понятно что те кто их заказывает пользуются личными автомобилями те кто просто там работает например там не было никаких грандиозных парковок да и очень плохо был устроен общественный транспорт это значит надо идти иногда километры до автобусной станции и сейчас туристы да очень жалуются тени нет никакой инфраструктуры нет просто лавочек нет вот действительно очень-очень сложно просто это смотреть и в результате в какой-то момент это все стало приходить в упадок но потом насколько я понимаю все-таки здание сейчас содержится в довольно приличном виде именно потому что это такая важная туристическая достопримечательность и все-таки часть идентичности современной Бразилии которая хоть и не достигла такого положения как он мечтал президент кубичек но все-таки это самая благополучная латиноамериканская страна уже с большим и разнообразным экспортом очень продвинутая в технологическом отношении и вот для нее этот символ прогресса обладает ценностью но действительно по большому счету это неудача конечно но в самих зданиях уже сделали современную систему климат-контроля я думаю что было жарко хотя менее жарко чем в других зданиях но понятно что самое надежное это вот как португальцы строили из толстой кирпичной стены лучше защищают спасибо большое за лекцию было очень интересно резко оборвалось вы вначале сказали что его творчество в конце жизни гораздо хуже нет ли у вас примеров фотографий как это выглядело ой вы знаете нет я не 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 но но в общем-то вы понимаете в чем дело тут конечно играет роль легенда и пиар да ну и сам факт что вот великий архитектор да в 102 года построил музей современного искусства и как же это круто но на самом деле это гораздо менее интересно чем вот то что он делал в период своего расцвета я думаю что если залезть в гугл то вам в первую очередь выпадет именно это в каком городе музей современного искусства потому что я забыла ну вообще весьма много где потому что многие хотели воспользоваться этой возможностью там понятно что внук уже большое участие принимал в проектировании но во многих странах уже вот в 21 веке появились какие-то здания от Немейра еще вот этот город прям Астану напомню ну конечно конечно амбиции очень похожие но просто все-таки Астана до того была Целеноградом до того была еще чем-то все-таки ну не совсем на пустом месте а здесь просто вот была саванна и все ну хорошо было озеро построили шоссе к Рио Сан-Паулу и вот эту вот Белу Аризонто к другим городам нарисовали шоссе туда вот вглубь континента но так и не построили в основном летали самолеты причем вот как в Астане да очень часто чиновники на уикенд улетали к себе домой не перевозили семьи и поэтому очень любили аэропорт вот аэропорт я вам тоже не показала его не Немейер строил но хороший он там не говорю что их самое любимое здание в Бразилии это аэропорт потому что это вот их путь к дому большое спасибо за лекцию очень интересно я бы хотела уточнить сложилось впечатление что Немейер немножко опередил Европу но при этом как бы он тянулся за американцами если я правильно понимаю где не было там ни последствий Второй мировой войны в общем модернизм там как-то не прерывался в середине прошлого века вот и хотелось бы узнать он ну то есть он как-то в каком-то смысле прижал Европу или все-таки нет или они эти процессы шли одновременно что в Европе что в Бразилии ну вот в том что он делал да то что он делал он делал первым да то есть вот такие криволинейные вещи и ну просто такую яркую образность европейцы в общем-то не делали да то есть работали тоньше и часто ценили ну я не знаю там Гропиус тот же да ценил некую такую негромкость архитектуры а тут все прям так бесстыдно вот да такой бразильский карнавал вот насчет Америки Америку-то точно опережал потому что в Америке все-таки развитие современной архитектуры оно по большому счету началось после войны да после Второй мировой войны да там был этот замечательный райд но он тоже до войны делал достаточно такие камерные проекты вот и я же не зря вам показывала да то есть вот этот каталог выставки Бразилия строит потому что именно это показывали в музее современного искусства в Нью-Йорке как пример какой может быть современная архитектура как нечто зачем стоит тянуться еще раз спасибо я немножко просто дополню про Бразилию с точки зрения туриста и немножко фотографа это вы на футбуке замечаете фотографии замечательные да прекрасные скажем так с точки зрения фотографа город идеальный потому что людей очень мало здания все очень эффектные фотографировать действительно одно удовольствие с точки зрения туриста крайне неудобно потому что например город суперфункциональный и например есть сектор с отелями в которых только отель там нет рядом магазинов например ближайший магазин у вас будет реально за 2 километра пешочком в супер таком резиденшал жилом квартале расстояние очень большие что очень диссонирует есть естественно развитый довольно публичный транспорт расстояние огромное и скажем так архитектура немейера и вот этот общественный транспорт и в принципе скажем так жизнь обычного гражданина она реально очень сильно диссонирует при этом опять же если говорить про аэропорт там действительно очень удобно устроено что можно напрямую из аэропорта на автобусе на машине проехать прямо до министерств поработать и ехать обратно но опять же как он красиво запланирован как-то план пилота и прочее всегда вокруг это выглядит уже не так красиво потому что людям нужно где-то есть еды как таковой нет соответственно развивается вся эта несанкционированная мелкая торговля появляются все тропинки проложены которые когда люди не хотят упорно идти потому как запланировано это нормально абсолютно и вот опять же да с точки зрения туриста это выглядит вот так город абсолютно меланхоличный если кому будет интересна связь с музыкой это например Брайан Ина вот что-то такое вот такое небольшое дополнение но при этом говорят что Бразилия сейчас самый благополучный и безопасный город Бразилии я на самом деле да это слышала и что он входит чуть ли не в топ самых счастливых но изнутри такого впечатления не складывается скажем так там довольно низкоэтажная застройка именно жилой зоны там очень много зелени то есть это абсолютно абсолютно решетка абсолютно понятная как тоже не знаю Манхэттен и прочее там абсолютно не заблудиться но нет разнообразия Джейн Джек я бы не одобрила мне кажется совсем никак спасибо за такое дополнение у нас еще вопрос из прямой трансляции про влияние Оскара Немеера на советский модернизм ну ну такой самый очевидный это казанский цирк например да то есть взяли вот эти вот одну одну тарелку положили на другую представляете себе да казанский цирк вот такую чечевицу на между прочим подиуме горизонтальном или в Киеве тоже есть исследовательский институт где конференц зал тоже такая чаша врезана но мне кажется что еще вот сама вот эта монументальность да вообще модернизм обычно бежит монументальности а вот скажем поздняя советская архитектура стала вновь к ней стремиться я думаю что Немеер тут был оправданием в СССР было несколько его выставок первые еще там где-то в 50-е годы и книги о нем печатались и его книга печаталась он был достаточно хорошо известен и я думаю что ну то есть не думаю а просто если мы посмотрим на какие-то наши поздние издания во многих это можно увидеть отзывки спасибо ну все спасибо вам аплодисменты